Всем привет! Есть у меня такой антенный тюнер ручной MFJ 941. Не самый хороший тюнер. Вообще MFJ делают очень некачественные продукты, но есть у меня такой тюнер. И в общем-то он работал даже. Но этим летом во время грозы он вышел из строя. Он настраивал антенну длинный луч. Длина примерно метров 30 наверное. И где-то рядом видимо был сильный разряд молнии. И в этом тюнере вышел из измеритель. Собственно сам тюнер продолжает работать. Настраивает как надо антенну, но показывает своим сдвоенным индикатором полную ерунду. Вот сейчас мне дошли руки, чтобы его отремонтировать. Я вам хочу рассказать о том, как у меня получился ремонт этого самого тюнера. Сейчас между тюнером и транссиром я включил еще дополнительный ксв метр. И мы с помощью него увидим, что при нормальном ксв тюнер показывает что-то не то. Включаю передачу с несущей в режиме частотной модуляции на трансивере на минимальной мощности 5 ватт. И настраиваю с помощью тюнера антенну длинный луч. Удается настроить ее в очень маленький ксв, судя по дополнительному внешнему ксв метру. А при этом встроенные индикаторы показывают что-то не то. Я предполагаю, что в тюнере в его встроенном ксв метре есть полупроводниковые диоды. Они просто вышли из строя в результате большого импульса напряжения во время грозы. Разбираю тюнер. Разбирается он очень несложно. Отвинтив винты самореза снимаю кожух, остается нижняя часть корпуса, на которой собственно весь монтаж и видно. Как я вам уже сказал, качество изготовления MFJ не очень хорошее. Этот экземпляр тюнера я разбираю первый раз, поэтому вся пайка в нем заводская. Как видим в тюнере есть печатная плата, диоды ксв метра на ней и находятся. Чтобы их выпаять и заменить на новые, придется снять печатную плату. Но сделать это очень неудобно, так как плата помимо механического крепления к корпусу еще и соединена огромным количеством жестких проводников, которые идут к разъемам, к конденсаторам переменной емкости, к катушке и так далее. И все эти проводники придется отпаять. А механическое крепление платы к корпусу выполнено не с помощью трех винтов, а с помощью трех стоек. И собственно уже к этим стойкам плата крепится с помощью гаек, поэтому гайки нужно отвинчивать ключом, а не винты с нижней стороны корпуса. Итак, плата отсоединена, можно выпаивать диоды. Я практически уверен, что они вышли из строя, поэтому я их выпаиваю сразу, но можно было бы их проверить и не выпаивая. Проверяю диоды. Первый, в обратном включении падение напряжения около 0,8 вольт, значит диод уже не в порядке. В прямом включении вроде как нормальный. Проверяю второй и в обратном и в прямом включении 0,15 вольт и ясно, что диод неисправный. Посмотрев по схеме тюнера, я понял, что диоды в нем используются 1N34A. Это германевые высокочастотные диоды с обратным напряжением 50-60 вольт. Осталось решить на что их заменить. Конечно же на советского производства диоды D9. Такой диод с буквой L имеет постоянное обратное напряжение 50 вольт, а импульсное аж 100. Поэтому я думаю, что он прекрасно подойдет в этот тюнер. Новые диоды установлены. По размерам они практически не отличаются от оригинальных. Можно проверить теперь как работает тюнер. Подключу тюнер опять к трансиверу через ксв метр, а в качестве нагрузки эквивалент 50 Ом. Включаю на трансивере опять несущую 5 ватт. На тюнере включен режим обхода, то есть нагрузка подключена без согласующих цепей. Режим называется байпас, но при этом индикатор прямой и отраженной волны у нас все равно работает. Тюнер показывает мощность 5 ватт. Цифра 50 по 300 ваттной шкале, то есть по 30 ватт на это будет 5 ватт. И тоже самое 5 ватт показывает внешний ксв метр. Честно говоря даже удивлен, что измеритель мощности в тюнере показывает правильное значение. Во-первых, я всегда к нему относился просто как к индикатору, который условно что-то показывает и просто помогает настроить тюнер по минимуму ксв. А какое конкретно значение ксв, уж тем более какое конкретно значение мощности он нормально не показывает. Но что удивительно, даже после замены диода он все равно показывает правильно. В тюнере есть подстроечные резисторы для того, чтобы можно было откалибровать индикатор прямой и отраженной волны в двух пределах измерения до 30 ватт и до 300 ватт. Я эти резисторы подстроечные не трогал, не подстраивал, и вот он все равно показывает нормальное значение. Видимо, диоды имеют совсем сходные параметры. Переключаю тюнер в режим работы, вращая ручку переменного конденсатора, изменяя согласование, и вижу как меняется значение отраженной волны. Точно также меняется и значение ксв на внешнем ксв метре. Видно, что теперь встроенный индикатор в тюнер работает. Добиваться от тюнера точных показаний ксв или отраженной волны я не буду, так как отношусь к его встроенному измерителю просто как к индикатору, а не как к измерителю, который помогает настроить тюнер, настроить антенну, по минимуму ксв, добиться максимального согласования, но не измерить этот самый ксв. До ремонта тюнера я относился к его встроенному индикатору именно как к индикатору, а не как к измерительному прибору, поэтому для меня ничего не изменилось. Теперь проверю работу тюнера с реальной антенной, с той самой, с которой он и работал, с той самой, с которой он вышел из строя во время грозы. Вращаю элементы настройки и добиваюсь максимального согласования, то есть минимального ксв, как на индикаторе самого тюнера, так и на внешнем ксв-метре. Ну что ж, вот такой несложный ремонт тюнера у меня получился. Всего лишь замена двух очень недорогих диодов. Но мне захотелось рассказать об этом ремонте вам, так как отдельно об этом тюнере я не делал видео и не собираюсь сделать скорее всего. По крайней мере теперь вы видели, что это за тюнер и какие в нем бывают неисправности. Вообще ремонтом по возможности я стараюсь не заниматься, так как жалко тратить время на это. Но в данном случае я практически был уверен, что там вышли из строя вот эти самые диоды и заменить их было несложно и недолго. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Здесь был Алексей Игонин. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok